Микроархитектура Микроархитектура Впрочем, ни каталог Лармана, ни каталог ГОФ не содержат описания ряда базовых элементарных шаблонов, которые, по мнению авторов, видимо, слишком просты для того, чтобы детально указывать на их сильные, слабые стороны, контекст и возможности применения. А это значит, что с такими фундаментальными шаблонами нам предстоит разобраться самостоятельно. Пока же, предвосхищая будущий разговор о ландшафте шаблонов Банды Четырех, обратим внимание на то, каким образом авторы этого каталога предлагают структурировать найденные ими шаблоны. По мнению Эриха Гаммы и его соавторов, шаблоны следует разделить на три категории – порождающие, структурные и поведенческие. Порождающие шаблоны решают проблему создания экземпляров классов тогда и так, как это необходимо. Структурные шаблоны решают типовые вопросы композиции объектов, а поведенческие соответственно определяют, каким образом участники программной системы могут эффективно взаимодействовать во времени. Текущий слайд показывает полное пространство шаблонов Банды Четырех. Обратите внимание на то, что шаблоны не только делятся на категории, порождающие структурные и поведенческие, но и разбиваются по уровням. Шаблоны уровня классов и шаблоны уровня объектов. Напомню, что шаблоны уровня классов строятся на основе наследования, а гораздо более многочисленные шаблоны уровня объектов на агрегации или композиции. Общее количество шаблонов Банды Четырех – 23. Однако, если сложить числа, указанные в заголовке соответствующих столбцов, мы получим на единицу больше. Секрет кроется в том, что один из шаблонов – адаптер – имеет два варианта реализации – вариант уровня классов и вариант уровня объектов. К шаблонам Банды Четырех мы еще вернемся. Пока же начнем наш обзор паттернов объектно-ориентированного проектирования с базовых или фундаментальных шаблонов. Первые два шаблона, которые мы рассмотрим, нацелены на решение простой задачи повторного использования ранее реализованных функциональных возможностей объектно-ориентированной системы. Оба типовых решения вам уже прекрасно известны. Одно из них – это наследование. Второе – это композиция или агрегация объектов. Заметим, что в контексте данного разговора понятия агрегация и композиция мы будем осознанно использовать как синонимы. Сравнивая наследование и композицию, легко заметить, что они предоставляют различные по своим возможностям архитектурные решения, ни одно из которых, скорее всего, не удастся назвать единственно верным. Наследование, будучи решением времени компиляции, уже в силу этого сравнительно эффективно. Однако оно нарушает границы классов и компрометирует принципы инкапсуляции. В то же время наследование позволяет менее тщательно выполнять предварительное проектирование интерфейсов, по которым будут взаимодействовать классы, а само количество классов в такой программной системе будет достаточно невелико. Напротив, композиция способна смещать точку фиксации из временной области компиляции во временную область исполнения кода. Это, безусловно, добавляет гибкости приложению, однако по причине косвенной адресации делает работу чуть менее эффективной. С другой стороны, композиция ведет к появлению гораздо большего количества отдельных классов и объектов, которые, впрочем, при этом становятся более легковесными. Наконец, в силу того, что композиция соблюдает границы классов и не нарушает принцип инкапсуляции, можно сказать, что она нацелена на использование готовых классов, как черных ящиков. А это требует определенных архитектурных усилий по проектированию интерфейсов взаимодействия. Различные варианты реализации, наследования и композиции представлены средствами унифицированного языка моделирования. В качестве вариантов реализации наследования представлены наследования от конкретного и абстрактного базового класса, а также подмешивания дополнительного интерфейса в целях имплементации классом потомкам еще одного типа данных. Обращаясь к вариантам организации композиции, следует заметить, что реализация повторно используемой функциональности может как строго принадлежать одному программному участнику, выполняющему роль агрегата или стороны целая, в верхний случай, так и быть обобществленной среди нескольких таких участников, в этом случае ни одному из них обобществленная реализация не принадлежит полностью, нижний случай. Благодаря своей гибкости язык C++ предлагает три способа реализации композиции при помощи атрибута подобъекта, указателя или ссылки на такой подобъект. Перечисленные варианты отличаются обязательностью наличия участника имплементар, продолжительностью его жизни, возможностью конфигурирования на лету. Выбор в пользу того, иного или третьего варианта остается за программистом или архитектором приложения. Синтаксические возможности C++, конечно, достаточно широки, однако не безграничны. В частности, наш язык программирования не позволяет различать такие нетождественные ситуации, как владение объектом и осведомленность о его существовании. Агрегация и осведомленность имеют разную семантику. Если агрегация это отношение часть целая, при котором взаимосвязь двух участников, агрегата и его элемента достаточно сильна, и более того, времена их жизней практически всегда совпадают, то отношение осведомленности имеет семантику знать о существовании, иметь возможность доступа к тому или иному объекту или сервису. Такая семантика отношений встречается гораздо чаще, чем отношение агрегата и его элемента, однако является более слабой связью. При этом время жизни каждого из участников никак не зависит от времени жизни его оппонента. Синтаксическая неразличимость двух семантически разных видов отношений между объектами является хорошим примером того, когда в исходном коде могут появляться комментарии. Напомним, что наша точка зрения на применение комментариев заключается в том, что код должен быть самодокументируемым и самостоятельно, без подсказок со стороны программиста, рассказывать свою историю. Однако в тех особых случаях, которые аналогичны обсуждаемому нами сейчас, комментарии безусловно необходимы, поскольку они бесспорно помогут более быстрому погружению в проблематику решаемой задачи. На этом наше обсуждение двух первых фундаментальных шаблонов объектно-ориентированного проектирования завершено, и мы переходим к третьему. Очередным шаблоном проектирования является делегирование. Делегирование связывает двух участников программной системы и предназначено для передачи ответственности за исполнение поступающих от внешних клиентов запросов на те или иные операции. Делегирование позволяет абстрагировать, а в ряде случаев и инкапсулировать интересующее нас поведение и тем самым содействует созданию более гибких программных архитектур. Впрочем, чрезмерное увлечение делегированием способно приводить к избыточно параметризованным системам, в которых не так легко разобраться новым участникам разработки. Широко распространенной реализацией делегирования является реализация на базе паттерна композиции, то есть посредством косвенной адресации делегата. Однако делегировать выполнение поступающих извне запросов можно и базовым классом, так, как показано на текущем слайде. Заметим, что реализация делегирования при помощи наследования и при помощи композиции имеет различную абстрактную семантику. Еще один базовый шаблон объектно-ориентированного проектирования – неизменяемый объект. Неизменяемый объект, как следует из его названия, не допускает модификацию своего содержимого после создания. Создание такого объекта, как правило, выполняется на этапе исполнения конструктора экземпляра. Однако частично может и откладываться. В этом случае можно вести речь о своеобразной ленивой инициализации такого объекта. Основное преимущество неизменяемого объекта связано с возможностью безбоязненного использования ссылок там, где в иных случаях пришлось бы копировать объект, либо предварительно сравнивать его содержимое с ожидаемым эталоном. Неизменяемые объекты являются потокобезопасными и в силу своей структурной надежности не требуют специальной защиты при помощи критических секций или иных механизмов обеспечения синхронизации при параллельном исполнении кода и защиты от гонок. Реализация неизменяемого объекта существенно зависит от используемого языка программирования. В языке C++ реализация неизменяемого объекта очевидно требует отсутствия в его открытой интерфейсной части не константных атрибутов, а вместе с ними методов доступа, способных изменять содержимое каких бы то ни было атрибутов экземпляра такого класса. Наконец, полное создание экземпляра в момент его конструкции является наиболее предпочтительным для неизменяемого объекта на любом объектно-ориентированном языке программирования. Заключительным базовым шаблоном объектно-ориентированного проектирования, который мы рассмотрим в нашем курсе, является интерфейс. В полном соответствии со своим названием, интерфейс предназначен для упорядочения взаимодействия различных элементов программной системы путем формального определения абстрактных типов данных. Во многих более молодых, чем C++, языках объектно-ориентированного программирования, интерфейс является самостоятельным программным элементом. C++ не имеет отдельного ключевого слова и элемента объектной модели для моделирования или описания интерфейсов. В связи с этим мы имеем гораздо большую свободу в отношении того, каким образом реализовывать интерфейсы в том или ином конкретном случае. Интерфейс в C++ может быть представлен классом, содержащим одну или несколько чистых виртуальных функций и только их. Однако, интерфейс в C++, а точнее моделирующий его класс, может содержать также чистые виртуальные функции с реализацией по умолчанию. Обычные виртуальные функции, а также невиртуальные методы, атрибуты, встроенные типы, возможно и другие элементы. Благодаря поддержке в C++ множественного наследования, интерфейсы могут подмешиваться к существующим классам при наследовании от них. Также, интерфейсы могут имплементироваться путем наследования от моделирующих их классов, при этом количество таких классов тоже может быть больше единицы. В любом случае, результирующий класс приобретает качества, характерные для соответствующего типа, то есть начинает реализовывать этот тип или обладать еще одним типом данных. Как мы уже говорили, пространство шаблонов, описанных Эрихом Гаммой и его соавторами, насчитывает 23 элемента в трех категориях. 5 шаблонов приходится на категорию порождающих, которые решают типовые архитектурные проблемы проектирования систем, связанные с инстанцированием объектов классов. Различные шаблоны, безусловно, нацелены на решение разных проблем. Шаблон «Абстрактная фабрика» или просто «Фабрика» нацелен на создание семейств взаимосвязанных или взаимозависимых объектов. В большинстве случаев такие семейства являются своеобразным параметром приложения и не могут функционировать параллельно. Другими словами, представители или члены этих семейств объектов не могут перемешиваться во время исполнения приложения. Каждый представленный нами шаблон проектирования из каталога «Банды четырех» будет проиллюстрирован диаграммой на языке UMAID. При этом шаблон будет представлен в максимально полном и общем виде, предельно приближенном к тому, как он был представлен в книге 1994 года. Впрочем, в самой книге, как мы уже говорили, UML не использовался, поскольку в то время унифицированного языка моделирования, как мы знаем его сегодня, просто не существовало. Диаграммным языком оригинальной книги «Банды четырех» выступал OMT. Но перейдем к диаграмме шаблона «Абстрактная фабрика». Как следует из представленной диаграммы, ключевыми участниками шаблона являются абстрактная и одна либо несколько конкретных фабрик, а также абстрактные и конкретные продукты, которые этими фабриками выпускаются. Продукты, которые выпускаются одной конкретной фабрикой, образуют семейство. Клиент, который обращается к фабрике для получения от нее продуктов, заинтересован в наличии одного конкретного продукта в каждой из выпускаемых фабрикой категорий. Будучи глобальным параметром конфигурации всей системы, фабрика, как правило, существует в приложении в единственном экземпляре. При этом доступ к ней чаще всего осуществляется через специально организованную единую точку входа, что устраняет даже теоретическую возможность появления в приложении двух конфликтующих между собой фабрик. Представленная реализация абстрактной фабрики допускает очень простое масштабирование в направлении создания нового семейства продуктов. Для создания нового семейства продуктов достаточно реализовать в приложении еще одну конкретную фабрику. С другой стороны, выпуск нового продукта в каждом из имеющихся семейств является достаточно затруднительным направлением масштабирования, поскольку потребует изменения исходного кода каждой конкретной фабрики. В свою очередь, шаблон строитель не предназначен для создания семейств продуктов, а служит для формирования одного продукта, который, впрочем, имеет сложную организацию. Сложность организации, а также вариативность результата делает строитель тем шаблоном, который позволяет наиболее тонко настраивать формирующийся продукт. Ключевыми участниками шаблона являются распорядитель, абстрактный строитель, один или несколько конкретных строителей, а также один или несколько конкретных продуктов. При взгляде на диаграмму внимание обращает на себя отсутствие абстрактного продукта. Причина этого крайне проста и заключается в том, что конкретные строители могут выпускать крайне разнообразные продукты, объединять которые в нечто единое исключительно по архитектурным соображениям абсолютно нецелесообразно. Абстрактный интерфейс абстрактного же строителя представлен методами двух категорий. В одной из них метод всегда один. На нашей UML-диаграмме он имеет условное обозначение getResult. Назначение единственного в своей категории метода getResult получить у конкретного строителя созданный экземпляр конкретного продукта. Вторая категория методов, которая условно представлена на диаграмме одним из своих представителей с идентификатором BuildPart, может быть гораздо более многочисленной. Смысловое содержание абстрактных и соответственно конкретных методов BuildPart заключается в возможности добавлять к создаваемому продукту некоторые дополнительные элементы. Таким образом конкретный продукт и строится шаг за шагом. Примерами подобных элементов могут быть, скажем, составляющие игрового лабиринта, такие как стены, двери, бонусы, препятствия и т.д. Работа по созданию конкретных продуктов через абстрактный интерфейс строителя сосредоточена в методе Construct распорядителя построения. В том случае, если в отдельном классе распорядителей нет особой необходимости, эту роль может выполнять клиент. Еще один порождающий шаблон фабричный метод чаще всего используется тогда, когда имя конкретного класса создаваемого объекта попросту неизвестно. Подобные ситуации чаще всего возникают при разработке библиотек и каркасов или фреймворков, но не приложений. В случае, когда класс создатель не знает имени инстанцируемого им класса, все, что он может сделать, это выделить действия, которые требуют подобного знания, в отдельный фабричный метод. Такой фабричный метод определяется как абстрактный или в терминологии C++ чистая виртуальная функция. Чистая виртуальная функция будет определена позднее на этапе написания конкретного создателя, который подставит в нужные точки программы известное ему имя реального инстанцируемого класса продукта. Также к категории порождающих относятся шаблон-прототип. Шаблон-прототип позволяет создавать экземпляры интересующих нас классов путем так называемого клонирования. Исходным материалом в ходе клонирования выступают заранее созданные объекты-прототипы. Данный паттерн особенно эффективен, когда количество объектов-прототипов невелико. Устроен он очень просто, что мы и увидим на следующей диаграмме. Интерфейс абстрактного прототипа невероятно компактен. Способность обрабатывать запросы клоун – это все, что необходимо знать клиенту для того, чтобы создавать объекты путем их клонирования. Наконец, самый неоднозначный шаблон среди порождающих – это класс с единственным экземпляром – класс-одиночка или класс-синглтон. Как следует из его названия, данный шаблон гарантирует, что соответствующий класс имеет всего один экземпляр, либо не имеет их вовсе. Если же экземпляр класса все-таки существует, то к нему предоставляется единая глобальная точка доступа уровня приложения или системы. Неоднозначность репутации шаблона класс-одиночка объясняется тем, что при неправильном применении шаблон легко может превратиться в антишаблон, став узким местом при проектировании масштабируемых систем. Впрочем, сам по себе шаблон допускает создание классов, которые имеют не один, а n экземпляров, где значение n, как правило, невелико и известно заранее. То, что класс имеет единственный экземпляр, достаточно трудно показать средствами языка UML, если не спускаться до уровня его атрибутов и методов. Возможным палеотивным решением этой задачи является использование стереотипов классов. Для того, чтобы не усложнять используемые нами диаграммы и вернуться к языковой проблематике видеокурса, рассмотрим типовое решение проблемы реализации класса с единственным экземпляром. Обратите внимание, что любая реализация класса одиночки зависит от используемого языка программирования. Однако, даже на языке C++ представленная реализация не является единственно возможной. Более того, она используется нами в иллюстративных целях, также и потому, что имеет один существенный недостаток. Он заключается в утечке памяти, которая выделяется для нужд хранения экземпляра класса одиночки в памяти процесса. Поразмышлять над тем, каким образом можно избавиться от этой проблемы, мы предлагаем нашим зрителям на досуге. Пока же отметим, что в качестве класса одиночки могут выступать участники многих уже рассмотренных нами порождающих шаблонов. Классом одиночкой с глобальной точкой доступа может быть строитель, прототип, а может и абстрактная фабрика. Вторая категория шаблонов объектно-ориентированного проектирования, описанных в знаменитой книге «Банды четырех», это структурные шаблоны. Категория структурных шаблонов более многочисленна по сравнению с категорией порождающих и насчитывает семь различных паттернов проектирования. При этом паттерн-адаптер существует сразу в двух вариантах, как шаблон уровня классов и шаблон уровня объектов. Структурные шаблоны, как следует из их названия, определяют порядок взаимосвязи объектов, интерфейсов и реализаций. Имплементация таких структурных паттернов проектирования позволяет формировать на уровне микроархитектуры системы устойчивые и узнаваемые программные компоненты уровня крупнее отдельных классов. В нашем видеокурсе мы рассмотрим все перечисленные структурные шаблоны за исключением одного – шаблона приспособленец – Flyweight. Структурный шаблон-адаптер, известный также среди практиков как обертка, решает проблему взаимной несовместимости предоставляемого и требуемого интерфейсов, как систем сигнатур вызовов. Использование шаблона-адаптер повышает шансы на повторное использование ранее разработанного кода на уровне отдельных классов, каркасов или библиотек. Шаблон-адаптер, как мы уже говорили, представлен в каталоге Gov в двух вариантах, как адаптер класса и адаптер объекта. Рассмотрим каждый из них. Как видно из представленных диаграмм, адаптеры уровня классов и адаптеры уровня объектов имеют единый состав участников и единое их наименование. Участниками шаблона-адаптер, независимо от варианта реализации, являются целевой и адаптируемый классы, а также класс-адаптер. Кроме того, участник-клиент знает лишь имя целевого класса, взаимодействует только с ним и обладает информацией только о его интерфейсе. Различие между адаптером уровня класса и адаптером уровня объекта состоит в порядке повторного использования кода, относящегося к адаптируемому классу. В случае адаптера уровня класса для этого используется множественное наследование. В случае адаптера уровня объекта – агрегация или композиция адаптируемого участника. Выделяя из двух вариантов реализации адаптер уровня класса, заметим, что множественное наследование необходимо для его реализации конкретно в языке C++. Дело в том, что, как показано на UML-диаграмме, участник target не является классом, в строгом смысле этого слова предоставляя лишь абстрактные интерфейсы. В тех языках программирования, где множественное наследование по тем или иным причинам запрещено, как правило, допускается имплементация или реализация имеющихся интерфейсов, которые в свою очередь вводятся в программный код как самостоятельные элементы. Таким образом, обобщая утверждения, касающиеся вариантов реализации адаптера уровня класса на другие языки программирования, заметим, что альтернативой множественному наследованию может быть реализация интерфейса target. Второй структурный шаблон объектно-ориентированного проектирования – мост. Мост отделяет друг от друга интерфейс и реализацию, что в свою очередь добавляет программной системе гибкости. Раздельное существование интерфейса и реализации дает возможность, независимо от интерфейса, развивать эту реализацию, повторно ее использовать, обобществлять, а возможно и подменять на лиду, тем самым динамически конфигурируя систему во время ее исполнения. Кроме того, отделив реализацию от интерфейса, мы заставляем клиента, который, безусловно, знает о существовании интерфейса или абстракции, действовать в условиях минимально необходимой осведомленности. Таким образом, клиент перестает зависеть от какого бы то ни было знания имен, связанных с частью реализации. Представленная на текущем слайде UML диаграмма демонстрирует, каким образом шаблон мост мог бы выглядеть в его полной реализации. Такая полная реализация требуется далеко не всегда. В частности, если реализация как участник шаблона требуется в одном единственном варианте, мы можем сэкономить на иерархии наследования. Кроме того, на случай недоступности реализации как участника, абстракция может предлагать свою собственную минимальную реализацию по умолчанию. Она может оказаться востребованной ситуацией недоступности по каким-либо причинам смежного параллельного процесса на том же учислительном узле, либо сервиса, который доступен через локальную или глобальную сеть. В этом случае мост становится полностью вырожденным, поскольку одна из его частей, которая не взаимодействует с клиентом напрямую, отсутствует в такой реализации полностью. Следующий структурный шаблон GOF, компоновщик, решает проблему представления в памяти процесса древовидных структур. Древовидные структуры данных используются в практике программирования достаточно часто и служат для представления не только сугубо математических объектов, но и чертежей векторной графики, текстовых документов и иных составных сущностей. Реализация компоновщика предполагает, что листовые вершины древовидной структуры, имеющие минимальный проблемно-ориентированный интерфейс, вместе с составными объектами, задачей которых является управление своими дочерними вершинами, обобщаются до так называемого компонента. Компонент имеет единый согласованный интерфейс, а составные объекты composite выступают контейнерами для таких компонентов. Еще одной оберткой в числе структурных шаблонов объектно-ориентированного проектирования является паттерн-декоратор. Декоратор решает ряд вопросов дизайна, остающихся без ответа в традиционной технике объектно-ориентированного проектирования. В частности, при наличии класса C и желании получить его специализации C1, C2 и C3, классики объектно-ориентированного программирования рекомендуют воспользоваться наследованием, которое реализовано в модели каждого объектно-ориентированного языка программирования. Однако те же классики не отвечают, что делать в ситуации, когда возникает потребность в наличии классов, совмещающих в себе черты нескольких специализаций. Очевидно, если язык поддерживает множественное наследование, можно пойти этим путем, однако он приведет лишь к комбинаторному росту количества самих классов, что сделает микроархитектуру системы практически неуправляемой. Наконец, еще один вопрос. При классическом подходе остается вообще без ответа. И звучит он таким образом. Как поступить, если необходимо реализовать двойное применение того или иного функционала по отношению к некоторому классу? Предположим, для создания класса окно с рамкой, можно воспользоваться классом окно и стратегией наследования. Но что делать, если необходимо создать окно с двойной рамкой? Ведь класс не может являться потомком самого себя. С точки зрения наследования, эта задача является нерешаемой. И здесь на помощь приходит шаблон-декоратор. Его реализация крайне проста и выглядит следующим образом. Подобно ранее рассмотренному паттерну компоновщик, декоратор обобщает функционально расширяемые и расширяющие классы до понятия компонент. Впрочем, на этом сходство декоратора с компоновщиком заканчивается. В отличие от компоновщика, декоратор не предназначен для моделирования и представления в памяти процесса древовидных структур данных. Основное назначение декоратора – внешнее расширение функциональности уже существующих классов. Внешнее в данном случае означает без модификации и какого бы то ни было вторжения в исходный код расширяемых участников, а также без явного наследования от них. Еще один структурный шаблон проектирования – фасад – не имеет эталонной UML-диаграммы. Причина этого проста и заключается в том, что единственным участником данного шаблона проектирования выступает фасадный класс. Фасадный класс содействует снижению степени связанности элементов системы, изолирует их друг от друга и предлагает более простой, чем базовый, интерфейс взаимодействия элементов. Заключительным структурным шаблоном GOV, который мы рассматриваем в нашем видеокурсе, является шаблон «Заместитель». Заместитель формирует суррогатный объект, который становится между клиентом и основным объектом. Потребность в таком суррогате может быть обусловлена целым рядом разнообразных причин. К примеру, необходим подсчет ссылок или указателей на такой контролируемый объект. Либо сам объект является достаточно тяжеловесным и, к примеру, располагается на дисковой памяти. Либо он доступен в смежном процессе, который в свою очередь может работать на отдельном физическом сервере, а значит, доступ к нему требует достаточно продолжительного ожидания. Наконец, суррогат может выполнять функцию защиты представляемого им объекта и контролировать доступ к нему на чтение и на запись. Впрочем, контролем, защитой, подсчетом ссылок или оптимизацией доступа контекст использования заместителей, разумеется, не исчерпывается. Посмотрим, каким же образом реализован этот несложный шаблон. Аналогично иным структурным шаблонам Gov заместитель предлагает клиенту унифицированный интерфейс для взаимодействия как с реальным субъектом, так и с классом заместителем, который в свою очередь включает в себя ссылку или указатель на реальный субъект.